В этом хранилище Государственного архива новейшей истории Иркутской области несколько сотен коробок с партийными документами. С 1997 года специалистами просмотрено 186 тысяч таких дел, где не обрабатывается не более 120 документов. Теперь на документе печать рассекречена, а 30 лет на этих материалах стоял гриф «Секретно». В общей сложности 7,5 тысяч советских документов больше не хранят в себе тайну. Вот, например, двухнедельная информационная сводка, ГПУ за время с 1 по 15 июля 1922 года. Продовольственный кризис губернии за истекший месяц еще более осложнился. Специалисты объясняют, гриф «Секретно» предполагает наличие государственной тайны. Но, как правило, в партийных документах он ставился необоснованно. Теперь в архиве пересматривают режим доступа к этим документам. Секретные дела специалисты пролистывают вот так, вручную. Если на одной из страниц есть слово «секретно», дело заносит в специальную учетную карточку. Я бы хотела отметить, что партийные документы – это богатейший документальный материал для изучения истории нашего региона. В них история Иркутской губернии, Восточно-Сибирской края, Иркутской области. Документы-то партийные, но в партийных документах речь идет не только о внутрипартийной жизни, а о жизни нашего региона. По закону дела с грифом хранятся 30 лет. После их рассматривает экспертная комиссия по государственной тайне. Она и принимает решение о продлении хранения или рассекречивании. Руководитель архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников показывает сборник документов, которые рассекретили на последнем заседании межведомственной экспертной комиссии по государственной тайне при губернаторе Иркутской области. Даже страшно читать вот эти даты, например, 28 октября 1941 года. Какой вопрос рассматривался на исполкоме Иркутского областного совета депутатов трудящихся? О ходе производства лыж для Красной армии. Понимаете, это октябрь 1941 года. Мы потом видим в кадрах кинохроники сибирские дивизии, которые идут как раз на этих самых лыжах, отстаивая Москву. Сегодня ознакомиться с бывшими тайнами может любой желающий. Для этого нужно прийти в читальный зал Государственного архива. Работа по рассекречиванию советских документов ведется с 1997 года. О том, что она когда-то закончится, говорить не приходится. Ведь каждый день появляются новые документы с грифом «Секретно». Александра Турченинова, Александр Барановский. Новости. Сейчас.